В общем, мы, когда нам дал приказ командир о том, что будет сейчас нападение, мы распределились по позициям. Единственная наша проблема в том, что мы думали, что стрелковым будут работать. Начали работать с танков по нам. Танки, минометы 120-е. Это реально накрывали нас очень серьезно. Это вы должны слышать и знать, вы должны увидеть это все. Вы сегодня проедетесь по позициям, вы все поймете, вам то же самое расскажут. И по информации разведки, очень много подтянулось сюда, на Маринке и на Новомаринке. Около 3000 сейчас бойцов ВСУ, ну может не ВСУ, а правого сектора, Азова и так далее. Националистов, которые хотят нас, как говорится, может быть, не знаю, я не знаю, как это сказать, не могу что-то. А ты ждал, что вчера хочет... Да, мы ждали о том, что мы надеялись... Ну, не точно, нет. Нам информация пришла такая, что они подтягивают свои силы, чтобы нас завоевать. Это единственное, что информация пришла такая. На данный момент сейчас очень много от Григорьевки и от Острова стоят триколонны. Стоят ВСУшники, ну, мы думаем, что ВСУшники. Стоят четырехосники. Четырехосники. Это получается что-то серьезное стоят. Ну, никто не знает, ну, местные жители боятся говорить вообще о чем-то таком. Но четырехосники. А четырехосники, вы сами понимаете, что это такое. Это около Буков. Около. А мы сейчас находимся... Много техники и много ВСУ. Мы сейчас находимся пари километров от Маринки. Это рубеж. Мы находимся около 700 метров от Маринки сейчас, на данный момент. От 700 метров? Да. И вчера, можно, ну, добавить чуть-чуть более подробностей. Допустим, был танков и артиллерий работал. Да, работал от нас с Красногоровки, с Григорьевки и с Новомихаловки. Да, с Новомихаловки, я правильно сказал. С Новомихаловки работала по нам именно артиллерия. Работали грады и работали танки. В основном танки. По нам работают в основном танки. Это было нападение или... Не нападение. Я не могу утверждать, что было. Но очень сильно повреждения большие. Очень сильно нас крыли. А можем прокомментировать, почему эта история была, чтобы сам Новороссия, где она освободила вчера посолок Маринка? Это кому-то, наверное, выгодно. Но вы же сами должны понимать, что у нас работала большая артиллерия. Больше 120-х работало. Мы не смогли зайти в Маринку. Не смогли. Нас сильно, очень сильно работала тяжелая артиллерия. Если бы не она, да, мы бы зашли и все было бы хорошо. Но, увы, не смогли. А другие подразделения заходили туда? Подразделения? В Маринку? Да, другие не вы, а другие там... Ну, как бы, нет, нет, еще раз, нет, не заходили. Просто нам... Мы готовились, думали, что поговорить с ВСУ, чтобы они оставили Маринку. Но, увы, у нас не сложилось. Они работали большой, тяжелой артиллерией, когда мы хотели с ними пообщаться.